Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro Игра FK Arena И в этом выпуске я расскажу вам О лесной мании Из цикла событий Зимние праздники Итак, лесная мания Давайте посмотрим зимние торжества Что же здесь и как? Это вот события там, где бегает Белочка Пипа И играет в пазлики Но не все игроки Скажем так, разобрались в механике Этих пазлов, потому что Разные задания Разные какие-то там Ячейки, как их активировать Как вообще проходить это событие Не совсем понятно Ну, что я хочу сказать сразу Это то, что необходимо Внимательно смотреть Обучение, когда идет Новая зона какая-то, где новые Элементы добавлены То есть, вот прям читайте Не нужно пропускать быстро Проклацывать А вот прям почитайте Это действительно будет полезно Насчет наград Сейчас мы их здесь не увидим Но можно посмотреть их В разделе Вот смотрите Вершины времени Если мы нажмем на эту Полуразвалившуюся башню До строения Чудесная сумка И вот здесь вот есть Лесная мания Можно просмотреть Награды Здесь есть два Набора наград Основной Это те, которые мы получаем За звездочки 15 звезд Это корм И свитки Затем идет Свитки И скинчик Зачет вообще На Ниру Очень, кстати События Вот эти вот Все зимние Хороши Для новых игроков Которые решили Только начать играть Или же Начать на новом сервере Игру То есть, свеча Действительно Очень-очень Хороший старт Кстати, еще Насчет хорошего старта То есть, гильдия Может кому нужна Мы провели чистку В нашей гильдии То есть, сейчас Нам нужен только актив 700 тенки На неделю Минимальный вход От сотого уровня Аккаунта Ну и Без проблем Принимаем всех Желающих Вот ID гильдии 185 223 The Dragon Но эта информация Также будет В описании К этому видео Итак, шемочка Шемочку Тулят Прям пропихивают Вот как будто бы Знаете, как будто бы Она чья-то знакомая Да, ее везде пихают Да, согласен Есть у нее уникальные Особенности И новым игрокам Собрать шемку На белую рамку Особого труда Не составит То есть Дэймона, конечно Здесь сейчас мы не получим Вот в этом цикле событий Но в целом Выбить шемку На 60 звездочек Это реально А вот уже 75 и 90 Нужно будет немножечко Попотеть Чтоб набить На фракционные свитки Дополнительные награды Здесь начисляются За этапы Прошли этап Не важно На сколько звездочек И получаем Дополнительную награду Сами по себе Вот каждая награда Она не слишком-то и большая Я бы даже сказал Она совсем маленькая Но если их все сложить Все 30 этапов То да Получится нормальная сумма Помогите Пипа опять Вляпалась В неприятности Ну еще бы Куда же она еще Могла вляпаться Или не вляпаться Итак Вот такой вот у нас Путь идет Здесь пазлики Вот здесь вот сундучок То есть Как только мы наберем Определенное количество Звездочек Сможем получить награду Как происходит Здесь сама вот игра Посмотреть Как Кто там победил Да Вот то есть Нельзя просмотреть Запись боя Как это делается При битвах В различных локациях Но здесь Мы можем Просто посмотреть Кто сколько там Очеч набил Вот так вот Начинаем Какие нюансы Здесь есть При составлении Игры И вообще Как пройти уровень Для того чтобы Пройти уровень Этап Нам необходимо Выполнить Вот эти вот цели Если мы Не выполним Эти цели Сколько бы у нас Тут звездочек Не было Победу нам Не засчитают То есть Выполнили цель Потом уже Набили звездочки И да Тогда победа Будет засчитана Причем Есть еще Вот такие вот ходы То есть чем меньше ходов Мы потратим Для победы Тем соответственно Будет лучше Но на что Обратить внимание Какие вот здесь Есть интересные Моменты Интересный момент На мой взгляд Здесь вот Действительно Только Один Это пытаться Составить Такие наборы Из этих Элементов Чтобы получить Потом какой-нибудь Уникальный Вот типа такого Заряженный Фрагмент Заряженный Элемент Ну а теперь Насчет Механики По поводу Комбинации Есть Три основные Комбинации Это большой Уголок То есть Вот так вот Он будет выглядеть Три сюда Ну и как бы Получается Три сюда То есть Это большой уголок Буква Т И большой крест Еще по-моему Там идет такая Тема Вообще Звездочка Дается Супер Пупер Фигура Вот смотрите Есть такая Четырехлистник Так мы его Назовем Розовый Причем Стрелочки Вверх Вниз Это означает Что при активации Этот четырехлистник Ну скажем так Выпустит луч Ударит По всей Линии Вот Вдоль экрана Вот такой вот вариант Когда светится Просто чуть-чуть Означает Что это будет Взрывчик То есть Просто Бомбанет Чуть-чуть Как бы Ну По радиусу Ну То есть Это не взрывчик Сейчас бомбанули Да Немножечко Вот Есть Теперь дальше Ну это я случайно Просто переключился Не понял что произошло Вот Переключились Есть Это понятно То есть как активировать Если у нас Стоят рядом Два Заряженных элемента То мы их можем Вот так вот Между собой Объединять То есть нам не нужно будет даже ждать Какой-нибудь третий элемент Чтобы выстроить Три в ряд Но На что Обратить внимание Какие Приоритеты Расставить нужно То есть если у нас Вот смотрите Да Здесь есть вариант Активировать И есть вариант Активировать Допустим Вот снизу Какой-то Да Вариант Фигурок Лучше всего Активировать снизу Чтобы у нас Шел Прогресс Снизу спалили Потом прошло Обрушение И возможно Возможно Пройдет еще Не только обрушение Но и Дополнительные Какие-то Комбинации Потом будут составляться Желательно Составлять Такие комбинации Когда будет Задействовано Как можно Больше элементов Тогда вероятность Получения Заряженных частиц Будет больше Но это понятно По составу Теперь что касается Вот этих вот Целей Сейчас Есть цель У нас Значится Лед Да Это вот они Лед Лед бывает Двух цветов Ну пока еще был Как бы на моей Игре Это серый И светлый То есть серый Лед это тот Который нужно Рушить за две Атаки Белый Это тот Который разрушается За одну Атаку То есть вот такая Тут схема Потом Вот снежочек Это вот эти вот Нижние наверное Наши четыре Как раз ячейки Также они будут Разрушаться Постепенно Когда мы будем Активировать Рядом с ними Какие то линии Будут взрываться И этот снег Будет уходить Ну и наконец Вот смотрите Есть такая вот Типа фигурка Ну я называю Это деревяшка Деревяшку Нужно Активировать Каким способом То есть нужно Просто-напросто Чтоб на ней Прошел Как бы Взрыв Одинаковых фигур То есть это все Ну давайте пробовать И потом Когда мы выполним Все вот эти цели Ходы Которые будут Оставаться Будут испытаны Точнее не испытаны Использованы Пипой Она будет расстреливать Различные фигурки Так Что мы здесь будем делать Сейчас Самые приоритетные цели Это вот так вот сделать Все То есть прошел обвал Раз Теперь вариант Смотрите Что мы можем сделать Мы можем активировать Вот это вот Да Прошел обвал И там хорошенечко Бомбанули Отлично Дальше Дальше Пожалуй 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 Сделаем Так Как бы лучше поступить Так или сяк Тройка Четверка Ну давайте вот так вот сделаем Все Все бомбанули Отлично Здесь 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 Наверное Вот так вот сделаем Обрушение Тоже прошло Все очень просто И понятно Теперь делаем Вот так вот И тут тоже Хорошенько Бомбанули Все Активация прошла Остались только Вот цель Вот две Последние Крайние клетки И здесь Немножечко Неудобно Почему Потому что Нам нужно Работать В ограниченном Пространстве Нет доступа Вот отсюда Кого-то захватить С этой стороны Всего лишь Три клетки А здесь И вовсе Две То есть Нужно Аккуратненько Прям так вот Все Просчитать Продумать То что Предлагает Вам на экране Да Вот тут Мигает Давайте Вот здесь Вот сверху Сейчас как Активируем Все будет Четко Нифига Четко Там не будет То есть Активировать Ну Нежелательно Даже такие Элементы Так 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 А здесь Пожалуй Вот смотрите Как мы сделаем Сейчас вот так Вот сделаем Так Потом Иди сюда Си Или сюда Си Можно сюда Си Ну да Наверное Вот так вот Будет Удобнее Для начала Нам Так Отлично Да 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 Тут Очень Очень Сложно Очень Опасно Можно Прогадать Нефиг Делать Не хочется Просто много Времени Тратить На все Это Дело Хочется Побыстрее Пройти Но С другой Стороны Нужно Немножечко Иногда И подумать То есть Это тоже Бывает Полезно Все Вот Просчитали Комбинацию Бам Банули Вот И осталась Последняя ячейка Это Наверное Знаете Что Так Если сюда Зайдем Это неправильно Будет Сюда Тоже Тоже А если Сюда Ну Кстати Нормаз Вот Так Все Остались 8 ходов У нас То есть Не Очень Не Очень Тут Конечно Да Как Повезет То есть Иногда Получается Так Что Там Собрал И Прострелил На много Много С первого Раза Иногда Приходится Дорабатывать Свои Вот Результаты То есть Выбивать Три Звездочки Но Выбивать Это Опять же Нужно Время Когда Получается С первого Раза На три Звездочки Когда Не Получается Ну вот Мой Весь Прогресс Он Как бы Основан С первого Раза Все Проходил Проходил Со Временем Уровни Становились Сложнее Вот После Десятого Буквально Уже Пошли Какие-то Заманухи Какие-то Непонятки И Там Тогда Приходилось Сложновато Но Пробивать Уже Окончательно Я буду После того Как сделаю Полный Проход То есть Все Тридцать Уровни Пройду И тогда Уже Буду Их Обтачивать Чтоб Выбить Фракционные Свиточки Ну что ж Друзья А на этом Пока Все Понравилось Видео Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Будут вопросы Пишите В комментариях И в наших Соцсетях Ссылочки На которые Будут В прикрепленном Комменте И в описании К этому Видео Пока Пока И до встречи В новых Выпусках